здравствуйте дорогие друзья всем огромный привет у меня сегодня переделка это отдали мне на переделку в общем то знакомые знакомых можно так сказать здесь ничего особенного но есть интересное но я покажу вам сначала колье которые я просто его пересобрала почему мне захотелось показать потому что здесь смотрите какой красивейший жемчуг жемчуг это не натуральный майорка похож на майорку но это старые бусы то есть это может быть это не совсем прям винтаж какой-то но то есть они уже давно но очень-очень хорошего качества просто великолепного и смотрите как красиво смотрится жемчуг просто супер я добавила немного гематит вот такой вот видите он такой квадратик скошенный в общем вот такой оставила и замочек оставила потому что он видно что хорошего качества и цепочка просто классная цепочка тоже под оставила здесь подвесила вот так вот немножко сделала ну то есть красиво не знаю мне прям нравится красиво просто жемчужная нить но очень красивая вот но что тут интересного интересная вот такое вот мне нужно сделать взялась за ремонт кольца это кольцо было непал покупали в непале вот такое крупнейшее кольцо это натуральный опал но опалы не не такого высокого качества просто но все равно опал довольно красивый это опал видите какое крупное кольцо и я хочу попробовать все таки его сделать вот не знаю что у меня получится я в общем то никогда такого вот не ремонтировала смотрите здесь вот такая часть и можно было бы как-то сначала я думала что я ее отрежу нет я ее не смогу отрезать я просто все тогда сломаю здесь есть углубление и здесь есть вот отверстие вот видите что я подумала конечно сюда хорошо было бы широкая из-за того что кольцо очень крупная широкое основание вот у меня есть вот такие основы да они широкие но сюда не помещается чтобы поставить вот такую основу широкую не помещается в это углубление отрезать я это не смогу есть вот такие основы они более тонкие сюда вот это как раз помещается основа я подумала что я сейчас вот это вот отрежу вот эту часть да и попробую знаете прям проволокой может быть еще и замотать я я приклею это конечно да и потом еще вот здесь как-то замотаю тут единственное что еще мне не нравится вот например кольцо да вот видите и будет видно вот эту часть я попробую это закрыть не знаю какими-то стразиками что что-то попробую придумать но тут самое главное как прикрепить классно и чтобы было крепко вот это кольцо само мне кажется широкая я не смогу я им конечно прикрепить то могу но чтобы она все равно крепко было не видите нет мне кажется это ненадежно а здесь она как раз вот сюда встанет и я смогу прям хорошо клеем все залить клеем смолой залить и еще хочу прикрепить значит прикрут прикрутить прямо проволокой вот эти места до прикреплю а вот это мне нужно получается закрыть и я закрою может какой-то стразики поставлю или может даже сразу цепочку попробовать ну как вот вот как это можно отремонтировать честно сказать просто получается что видно вот эту часть так-то кольцо да но не видно а ну вот это вот как-то мне кажется некрасиво будет если вот если например одеть кольцо да вот и получается вот так вот оно будет вот будет торчать ой взялась идите как ну сказали ну попробовать не получится не получится как бы раз она уже сломалась но видите какое кольцо покупалось это давно уже очень очень давно ну что ж я покажу все таки что у меня получится с этим кольцом самое интересное получится у меня его отреставрировать вернее починить хоть как-то или не получится дайте мне советы кто может быть уже пробовал такое делать на будущее это будет мне интересно починить вот так вот я еще знаете как думала думала что смогу щипцами вот это все ну например вот это где чтобы встала значит вот это хорошо все но подумала что не буду потому что сломаю можно было как-то здесь все это убрать но вдруг это металл такой крепкий и я не смогу просто ну в общем ладно буду что-то думать и покажу вам что у меня все-таки получится с этим кольцом я забыла вам показать еще вот такое кольцо мне нужно было отремонтировать то есть здесь тоже был но отвалился камушек какой камушек я даже не знаю я пробовала разные варианты какие бусинки мне сюда поставить например можно было жемчуг поставить у меня есть кругленький специально для вклейки хорошо смотрелось аккуратненько но в итоге я поставил вот такой стразик как всегда да вот так кольцо смотрится мне кажется так лучше жемчужинка маленькая вот как раз сюда бы вошла то есть было бы поменьше но как-то так простовато и я поставила вот такой камушек ну просто стразик сказать тоже говорили что получится не получится как это других стразиков нет вот можно было сюда конечно без вот такого но у меня нет не оказалось то есть когда полностью вот стразинки настигну такие прозрачные но я думаю этого и как-то не будет бросаться в глаза до простое колечко здесь вот какие-то царапинки они так и были какой металл здесь я не знаю но то есть не сказать что это прям какой-то хороший металл но может быть он нормальный но уже все равно с какими-то дефектами такими в общем вот так вот я сделала ну а крупное кольцо я приклеила вот так и сделала вот вот что у меня получилось значит все таки я поставила основание пошире сначала приклеила а потом уже стала заливать смолой то есть я сейчас знаете подумал что я наверное еще буду заливать все таки для того чтобы знаете вот прямо вот сюда я наверное еще даже залью прям даже буду вот на эту на это место пусть немножко где-то будет но я не думаю что смолу и и как-то не видно все равно вода здесь все равно есть какая-то грубость какая-то вот материал такой не совсем прямо такой ювелирный да так прям когда все очень изящно сделано поэтому я думаю что я еще по заливаю сюда внутри я внутрь прям не стала заливать а вот сюда вот на перегородке я тоже заливала и прям вот сюда заливала вот где стразики видите поставила и на стразики я смолу залила чтобы они на чтоб как-то крепко было вообще я так стразики поставила и все вот такая у меня получилась работа еще я подумала что здесь наверное все таки мне нужно будет подкрасить и тоже может быть немножко смолой но честно сказать я не знаю как это все сделать потому что немножко видите как уже цвет поменялся да вот я уже пробовала этим карандашом который под серебро подкрасить вот где-то уже видно да я подкрашивала но я так для пробы я знаете так вот подкрашу и 1 пальцем стираю потому что все таки цвет металла все равно немножко отличается от этого мне кажется это будет лучше чем вот когда вот медь уже проступает будет лучше все таки и я думаю что если я покрою еще и смолой здесь но чем еще как это сделать или уже оставлять так в общем то мне не говорили что покрывать чем-то в общем вот такое кольцо получилось она сейчас держится хорошо крепко мне кажется для надежности может еще немножко сюда за по заливать то интересно выдержит это все насколько это будет круг но крепко прям держаться но кольцо вот такое вот но кольцо все равно интересно сейчас модно такие вот крупные кольца и в принципе но вот так вот как будто стразики там виднеются это если мы вот так приглядываемся туда там а так вот стразики там виднеются то и все я не знаю какое оно было изначально это кольцо как она выглядела здесь вот разъемная можно будет но я как поняла что по схожий размер потому что это кольцо мне в общем то как раз ну вот вот и все я вот не знаю насчет вот как здесь попробовать смолой залить будет отколупываться может да или попробовать в общем посмотрим не знаю я уже оставлю наверное так в общем вот такая вот у меня работа по получилось интересное все таки вот как я сказала поставила широкую все-таки мелкая вот какой-то она тяжеловатая камень и мне кажется вот здесь надо что-то покрепче ну вот и все спасибо всем огромное всем всего доброго всего хорошего до свидания